Итак, имею честь вам представить знаменитого тибетского каллиграфа Таши Мэннекса, который на протяжении, как вы знаете, больше 35 лет работает над своим мастерством тибетской и санскритской каллиграфии. Много лет был буддийским монахом в шотландском монастыре Сам Йелинг и является учеником многих прославленных мастеров как тибетского буддизма, тибетской медитации, так и тибетского изобразительного искусства. Это, наверное, четвертый визит Таши Мэннекса в Россию, но первый с конца 90-х годов. В те годы он приезжал сюда еще как буддийский монах и сыграл большую роль в восстановлении буддизма в Москве, а сейчас, соответственно, приезжает к нам уже как мастер телецкой каллиграфии для того, чтобы поделиться своим мастерством. И с огромной радостью также представляем его выставку. Надеемся, что это лишь первое в очереде множества подобных выставок и учебных мероприятий. Большое спасибо, что пришли, и теперь слово мастеру. Подпишитесь, про crypto. Я думаю, что прошу, что vagina я могу представить в xикрызм. Мои благодарности, мои благодарности за всеми, что это возможно для меня быть здесь. И для всех, кто помогает организовать все обстоятельства и все, я просто хотел сказать спасибо. Спасибо. So, this evening's talk then really is to be an introduction to this weekend course in learning Tibetan calligraphy. Сегодняшняя вечерняя лекция задумывалась как вводная лекция, предваряющая уикенд-семинар по освоению тибетской каллиграфии. Позвольте спросить, можно просто поднять руку, кто примет участие в семинаре на выходных? Okay, so, most of the room. Позвольщинство. And don't feel bad if you're not coming in the weekend. Но не стесняйтесь, если на выходных прийти не удастся. Just enjoy. Просто наслаждайтесь. Okay, so, I think what we'll be learning in the weekend course is this classical, we call the classical script style of Tibetan. На выходных мы будем осваивать классическое начертание тибетского языка, которое называется Учен. И в переводе Учен означает с головой. So, an example here of the Учен script is that it has a head. In other words, each letter drops down from the top. И вот пример собственности, начертания Учен, где, как вы видите, у каждой буквы есть голова. То есть, каждая буква как бы не спадает из верхней черты. И поскольку это классическая форма начертания тибетского языка, она часто изучается как первая. Однако, традиционно, исходно, в Тибете это был один из последних стилей, которые изучались. Тибет имеет очень сильную традицию каллиграфии. И из-за того, что в Тибете утвердился буддизм? На самом деле, до прихода буддизма в Тибете письменная речь была не столь сильно развита. И, если говорить с теоретической точки зрения, когда буддии исключения или дхарма пришли из Индии в Тибет, Тибетский письменный язык, который в то время существовал, оказался недостаточным для того, чтобы буддийское учение на него перевести. Так что тибетская письменная речь развивалась для того, чтобы вместить в себе буддийские учения, которые исходно в Индии фиксировались на санскрите. Люди ко мне часто обращаются с подобными просьбами. А они могли бы вы вот эту фразу или вот это слово для меня, пожалуйста, перевести на санскрит, написать на санскрите? И я отвечаю, нет, не могу. Могу написать по-тибетски. А они отвечают тогда, а, ну я-то думал, санскрит и есть тибетский. Но, разумеется, как мы знаем, это два очень разных языка. И, если глаз ваш не натренирован, то, разумеется, тибетский письменный язык легко перепутать с санскритом. В конце концов, определенный пункт исходства есть. Например, наиболее современный из форматов записи санскрита, диванагри, очень похож на тибетский. Потому что буквы также выстроены относительно горизонтальной черты, а огласовки также дорисовываются к буквам. И это, как бы, опять же показывает тот пункт, демонстрирует тот пункт, о котором я говорил. То, что тибетская письменная речь формировалась для того, чтобы вместить в себя буддийские учения, пришедшие из Индии. Это, как бы, еще одно доказательство этого пункта. Как мы знаем, буддийское учение зафиксировано в канонах Тенгюра и Кангюра, и канон Кангюра включает в себя 108 письменных томов. В то время как второй набор Тенгюр представляет собой собрание комментариев к учениям, содержащимся в Кангюре. И в этом собрании собраний Тенгюр больше 220 с чем-то тому. Это собрание учений самого Будды и комментарий к ним настолько обширно, что если бы мы напечатали их в традиционном фибетском формате, то эти собрания, эти книги в общей сложности заняли, пожалуй, всю эту стену. То есть существовало обширное литературное собрание, которое было исторически переведено на тибетский язык. И, разумеется, в свете интереса к буддизму, который существует на Западе, равно как и в России, эти тексты начинают переводиться с тибетского языка на языки западные, на английский, на русский и на другие, разумеется. И говорится, что для того, чтобы в полном объеме перевести этот корпус учений, необходима армия из ста переводчиков, которая работала бы непрерывно около 30-40 лет. Вернемся к тибетской письменной речи. Как вы знаете, буддизм очень прочно укрепился в Тибете и существовал в контексте нескольких тысяч монастырей, распространившихся по территории всего Тибета. И, как и в случае с христианскими монастырями в Европе, эти монастыри в Тибете стали центрами обучения, стали подобным университетам. Так что, если вы хотели, чтобы ваши маленькие сын или дочь получили хорошее образование, их нужно было отправить в монастырь. Побрить им голову, завернуть их в одеяние, и тогда они свою жизнь посвятили бы учебе. Для того, чтобы заниматься каллиграфией, да и просто для того, чтобы от руки переписывать рукописные тексты, текстописаний, для этого нужна особая подготовка, разумеется. Каллиграфия стала особой дисциплиной, которая изучалась так же, как изучаться могли, скажем, астрологию или буддийская философия. Насколько для людей естественно друг к другу соревноваться, были такие соревнования, когда один монастырь мог хвастаться тем, что в нем рукописи, рукописное мастерство, лучше, чем в другом монастыре. И в случае, когда наличествует здоровая конкуренция, стандарты повышаются, улучшаются. В монастырях это изучалось следующим образом. Мы к этому методу прибегать не будем, он не слишком практичен. Там было два момента. Во-первых, бумага была очень дорога, и так же, и чернила. И потому молодые монахи обучались так. У них была плоская доска, которую они покрывали пылью или мелом, и изготавливали кисточку из бамбука, стелло из бамбука. Вместо того, чтобы макать это, стелло или кисточку в чернила, они макали ее в воду и писали водой. И там, соответственно, где пыль или меловая пыль промокали, можно было увидеть черные остающиеся письмена. Заполнив доску, вы таким образом просто ее смыли и заново покрывали пылью. Это очень экологичный подход и хороший способ сэкономить деньги. Не боишься, что утонешь в горах бумаги. Но, к сожалению, так это больше не практикуется. Потому что мы такой жадностью относимся к хорошим чернилам и хорошей бумаге. В самом Тибете, как я уже упоминал, существовало начертание учен. И множество других видов начертаний. И каждое из этих начертаний следует рассматривать не как шрифт. То есть, это не разные шрифты. Это разные стили, разные стили начертания. И разные эти стили развивались в зависимости от различных потребностей. И не только в зависимости от разных потребностей, но и от разницы в географическом расположении на территории самого Тибета. Например, есть конкретный начертательный стиль, который использовался для написания рукописей в Восточном Тибете. Этот конкретный начертательный стиль называется Кам-Ик. Как вы, возможно, знаете, что Восточный Тибет называется Кам. А Ик значит письмо. Так что это письмо из Кхама. И это очень конкретный стиль. Если я его здесь вам смогу найти. Вот образец Кам-Ик. И это мантра МАНИ МАНИ, О МАНИ ПАДНОХОВ. Для тех из вас, кто, возможно, привык видеть мантру МАНИ, написанную с начертанием УЧЕН, для тех из вас это начертание покажется очень отлично. С точки зрения буквы или правописания никакого различия нет. Это лишь показывает, насколько различаются между собой эти стили. Для чего это начертание вообще сформировалось? Для того, чтобы переписывать рукописи. Потому что таким начертанием можно писать быстрее. В то время как на стиль УЧЕН, а вы его изучите на этих выходных, изучите то, как образуются между собой различные сочетания. Так вот, в этом стиле гораздо больше времени уходит на то, чтобы эти сочетания образовать. Так что на практическом уровне, если вам нужно переписать целую рукопись УЧЕН, у вас на это уйдет много времени. Однако письмо Кам-Ик вам позволит это сделать гораздо быстрее. Так что, разумеется, причины для существования разных сочетательных стилей чисто прагматические. Итак, вернемся к маленьким монахам, которые упражняются на своих досках. Исходно, первый стиль, который вы осваивали, и, возможно, самый сложный стиль, назывался СУГРИН. РИН означает ДЛИННОЕ. Так что это стиль, в котором очень длинные буквы. Здесь есть один пример. Это СУГРИН. Как художественная работа, я специально выстроил его слегка искривленным. Потому что, на самом деле, слоги эти представляют непостоянство. Подобно тому, как рухнули башни-близнецы, падают и эти буквы. Ничто непостоянно. Но это отступление, а смысл здесь в том, что это стиль, в котором очень длинные буквы. Так что, молодые монахи и монахи, которые изучают это, по многим месяцам, падают опять, 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 используются с руками-бамбу. И, если вы любите этот стиль, это требует много контроля, чтобы выяснить, чтобы выяснить, чтобы выяснить, чтобы выяснить, очень-очень, красивые, даже без нижнего шипа, без нижнего шрена. Юные монахи и монахи недолго упражнялись, по много месяцев упражнялись, работая над этим стилем, используя изготовленные вручную бамбуковые кисточки. И если вы когда-либо попробуете работать с этим стилем, то поймёте, сколько усилий требуется для того, чтобы научиться проводить идеально ровную, не кривую черту. Так что это не только способ освоить письмо, научиться прописывать буквы, научить своё тело совершенному самоконтролю. А совершенный самоконтроль — это, по сути дела, навык. Всё очень просто. Если рассмотреть это, так скажем, с научной точки зрения, это тренировка в том, чтобы научить свой мозг говорить вашим пальцем или вашей руке делать ровно то, что вы от пальцев хотите. Не только контролировать пальцы с тем, чтобы они прорисовали ровно ту форму, которую вы желаете, но и с тем, чтобы рука ваша была идеально тверда. И это можно назвать талантом или навыком. Но этим всё не ограничивается. Также нужно сохранять расслабленное состояние. Потому что если вы слишком напряжены, то, соответственно, вы слишком стараетесь, то это сказывается на том, что у вас получается. Это видно потому, как разные люди прописывают свои буквы. Если вы слишком напряжены, то возникает некая жёсткость. А поскольку учиться расслабляться – это тоже навык. Если вы научитесь расслабляться, тогда вам удастся начать писать красиво. А, соответственно, красивый почерк – это и есть каллиграфия. Это ещё один пример написания «сукрин». Здесь оно, как вы видите, выстроено по кривой. Но здесь эти буквы в «сукрин» чуть короче. И это следующая ступень. Когда вы научились писать очень длинные буквы, вы начинаете их укорачивать. И этот стиль называется «суктум». «Тум» значит «короткий». Затем у вас всё становится ещё короче. И вы начинаете вот таким вот образом выглядеть. А когда вы совсем коротенький, то тогда это приближается к тому стилю, который мы назвали «кхамским». Здесь покажу вам ещё немного. Это не настоящий стиль «суктум», это «суктум», при написании которого скорость работы выше. Это стиль называет начертание, это называется «сукмачук», и «чук» значит «быстрый». А следующий. Ещё чуть короче. И ещё больше как бы струится. Вот эта буква здесь. Слоб «ба». Здесь, поскольку письмо очень быстрое, становится подобным кругу. Здесь внизу камьик. И хотя буковки очень маленькие, вы должны видеть, что он очень однообразный. Маленькие одиночные штрихи. То есть работа с телом здесь требует меньше усилий. И ещё один пример снизу здесь. Коль скоро мы дошли до этой работы, вот этот выстроенный по кругу образец, это не тибетское начертание, это древний санскритский стиль. Этому стилю может быть приблизительно 2000 лет. И исходные санскритские рукописи с учениями, которые пришли в Тибет, вероятнее всего, были написаны именно этим начертанием. И хотя здесь надпись выстроена по кругу, а, разумеется, обычно вы бы по кругу не стали писать, это я просто такой весь художник. На самом деле здесь смысл чуть глубже, это всё-таки относится к конкретной визуализации в практике медитации. И эту тему, однако, мы осветим в открытой лекции в пятницу, когда будем говорить о Будде медицины. Где речь идёт о том, как мантра Будда-медицина визуализируется, как она выстроена и о тому подобных вещах. Это та же самая мантра, написанная ученом. А это тот же самый семенной слог, семенной слог «хум», который в случае с Буддой медицины изображается синим. Или сходство прослеживается, вы видите, как бы голову, от которой не спадает буква. А сверху, соответственно, огласовка, передающая звук «н». Есть ещё два начертательных стиля, о которых я вам расскажу. Есть так называемая скоропись. Она называется «чук», «быстрая». Это, вероятно, тем стиль, которым врач бы стал выписывать рецепт. Вот «чук». И ниже те же самые слова, соответственно. Переводится это буквально как «безумная мудрость». То есть снизу та же надпись на «хамьик». И сравнивая эти стили, вы видите, что один более стомбертизированный, другой, соответственно, более текучий и быстрый. Когда мы дойдём до того, что можно назвать каллиграфией фристайл, свободного стиля, а такая каллиграфия традиционно в Тибете не существовала, это мы сможем обозначить как современная тибетская каллиграфия. И пример это вот здесь. Вы видите, что по духу это скорее близко к дзенской каллиграфии. Мы знаем, что в Японии, разумеется, очень сильная традиция каллиграфии, и она гораздо ближе к свободному стилю. Так же, разумеется, в какой-то степени и в Китае. Это интересный этап в развитии становления тибетской каллиграфии, это только в последние 40 лет. И это интересный этап в развитии становления тибетской каллиграфии, потому что ему не более, скажем, 40 лет. В истории тибета традиционно в Тибете подобный стиль каллиграфии никогда не применялся. И только после того, как тибетцы Тибет покинули, в силу того, что страна попала под оккупацию, этот стиль развился. И если вам доводилось слышать об одном конкретном учителе, который приехал в Соединенные Штаты, перебрался в Соединенные Штаты, зовут которого Чагян Трумпу Римпача, то именно он изучал японскую каллиграфию и японскую традицию и осуществил смешивание этих двух традиций. Или, и это более удачная формулировка, он приложил дзенский подход к каллиграфии к каллиграфии тибетской. и преподал ту каллиграфию как то, что само по себе является практикой, практикой медитации. Для учеников это подразумевало, что они должны пребывать в спокойном медитативном состоянии ума, свободном состоянии ума. И при подобном подходе можно создавать подобные работы. Но только когда вы освоили дисциплину всех остальных стей. В противном случае это как попытки летать, прежде чем научишься ходить. Один стиль, который я пока не затронул, я должен сказать, что хотя я с вами освещаю некие базовые стили, существует множество стилей промежуточных. Но последний, который я хотел бы затронуть, объяснить, называется джудца. И это стиль очень развернутый, очень обширный. Исторически он использовался для официальных документов. Скажем, документов правительственных. Вы использовали бы этот стиль, желая написать кому-то официальное письмо. Того рода письмо, которое потом в рамку оформляешься и вешаешь себе на стену и гордишься им. Однако красота этого стиля заключается в том, что в нём можно разверстывать, разворачивать огласовки, и в этом смысле свободы больше. И этот стиль стал очень популярным как каллиграфический. Например, современное использование его вот здесь. Это мантра сутры сердца, мантра гаты. Саэ, тэта, тэта, омгаты, гаты, парагаты, парасамгаты, бодхисваха. Бодхисваха. You didn't need to translate that. Three sounds. I know. And I call this piece, this piece is, eminate from emptiness. И эта работа называется «Проявление из пустотности». Потому что, разумеется, именно это так прекрасно сутры сердца описывает. Пустотность. А сущность сутры сердца содержится в её мантре. Так что, вот это маленькое пространство в серединке, это и есть пустотность. Но пустотность, конечно, нарисовать невозможно. Так что, это моя скромная попытка. Но я уверен, что вы всё равно всё поняли. Хорошо. Так что, я хочу поговорить немного больше, просто немного больше, о более сакральной стороне каллиграфии. В последующей лекции по практике Будды-медицины я подробнее освещаю этот вопрос. Но совсем немного скажу и сегодня. Говорится, что стиль Учен Комментарии и тексты и тому подобное. Всё это было оставлено, применительно к стилю Учен, дакинями, то есть, своего рода божественными существами. И эти учения оставлены были на крыше дворца первого из царей Тибета. Говорится, что тексты эти были начертаны золотом поверх лазуритовых табличек. А уже из этого на основании этих текстов были переписаны и написаны последующие комментарии. И поскольку форма, сама форма буквы произошла, проистекла из некого просветленного ума или некого священного пространства, Говорится, что даже сами пропорции буквы обладают сакральным смыслом. Это особенно важно применительно к мантрам. Потому что, если мы практикующие, мы произносим мантру и мантру визуализируем. И то, что формы буквы представляют, это не только звук мантры, или форма мантры, а словно бы своего рода ключ, который нам позволял бы соединить нас на относительном уровне с неким уровнем высшим. Это подразумевает, что есть как бы некая сила, своего рода священная сила или сакральная сила, которая передается посредством этой формы. И сила эта обладает способностью нас пробуждать, очищать. То же касается и звучания мантры. Как мы знаем, звук – это нечто очень глубокое, а звук – это вибрация. И эти конкретные звуки или вибрации, зашедшие из пробужденного ума Будды. Если мы мантру произносим правильным способом, соответственно, пораждают и те же вибрации в частях тела. что изменяет равновесие, баланс в теле и очищает нас. Так что сакральный аспект здесь очень глубокий. Это как у любого художника, как и мне кажется, какой бы вы ни были художник, живописец вы или музыкант, у вас есть ответственность за то, чтобы делать людей счастливыми. Когда мы слышим хорошую музыку, она приподнимает на настроение. Становимся так счастливы, что хочется пуститься в пляс. И я верю, что любой хороший артист, любой хороший композер музыки, они, по-моему, без их эго, пытаясь сделать что-то, например, что продать деньги для многих, например, они в связи с чем-то более простое, более ультиматом или дневным. И потому мне кажется, что любой хороший художник или композитор как бы выходит за рамки своего собственного эго. Гонится не только в качестве примера, скажем, за деньгами, но и соприкасается с чем-то более высоким или божественным. Так что, если вы слышите мантру или музыку, которая была написана с добросердечием, это и в вашем сердце что-то пробуждает, устанавливает этого рода связь. То же и если вы работаете с каллиграфией. Когда вы освоили дисциплину, вы обретаете свободу. А настоящая свобода – это настоящая возможность творить. Творческий подход – выражение абсолютного. Это очень важный момент. Ладненько, кажется, я достаточно наговорил. Не хочется со всем этим слишком задерживаться. Хотелось бы дать вам возможность задать какого-либо рода вопросы. Дальше вопросы дурацкие. Я опоздала, возможно, вы говорили про это. У меня вопрос про сам этот курс. Если я не занимаюсь каллиграфией, не рисовать, смогу ли я после этого курса научиться? Это я. Да, безусловно. Да, безусловно. И насколько важно потом практиковаться именно с тибетским языком. Насколько это связано, я, к сожалению, тибетский не знаю. А для курса совершенно не важно то, что вы не знаете тибетский. Первое, что мы будем осваивать – это, собственно, просто алфавит. Мы будем конструировать каждую из букв в алфавите. Я буду вас учить правильным пропорциям каждой из букв. И правильному порядку, в котором буква создается. Это очень важно, потому что это закладывает достойную основу. Хорошую привычку. Так что вы сможете привить себе хорошую привычку. А когда у вас есть хорошая привычка, это подразумевает, что вы сможете продолжать достойным образом практиковаться. Если же вы привьете себе привычку плохую, то ничего хорошего не выйдет. Так что наш уикенд курс – это немножко как вернуться в школу. Да. Наверняка существуют тибетские канонические тексты, в которых изложены эти стили каллиграфии. Так что вы сможете назвать тексты? Не так-то это просто. Не так-то это просто. В которой в том числе издавали и китайцы. В которой в том числе издавали и китайцы. Так что подобного рода публикации разыскать очень-очень сложно. Предпринималось пара попыток опубликовать подобные издания на Западе. Издания, которые были бы посвящены начертанию учен. Но те, которые мне доводилось видеть, не в полной мере правильные. Так что, опять же, спасибо вам большое за напоминание. Это хорошее напоминание то, что мне нужно напубликовать книжек. Нам нужно выкроить время, чтобы этим заняться. К сожалению, ничего такого по сути не доступно. Но вы никогда не знаете. Я думаю, что если вы вкроете глубоко глубоко в ст. Петербурге или где-то так. Во всяком случае, легко. Но, кто знает, может, если вы зародитесь глубоко в библиотеке Санкт-Петербурга. Поскольку там есть кафедра тибетологии. Я знаю, потому что я пригласил туда много лет назад. Я знаю, потому что меня туда много лет назад приглашали. Место удивительное, потому что старая профессура, которая там сто лет назад преподавала. Все их фотографии до сих пор хранятся где-то там такие усища, свисающие. И, поскольку исторически у вас очень сильная связь, уверен, что может что-то и найдется, если оно выжило. Но я не знаю. Источник мудрецов. Часть технологии называется. Может быть, вот там есть изложение вот этих вот транслитов. Есть такой известный тибетский трактат, называется Источник мудрецов. Может, вы по-тибетски знаете, как он называется? По-тибетски... сейчас не скажу. Или кто? Автор или он такой? Автор в монгольское издание. То есть, которые, так сказать, переводили из тибетов до монгольских, получилось, так сказать, семь томов и источник мудрецов, который переводился в нашей стране. Были переведены тантры, параметры. И седьмая книга называется Технология. Окей, there is a compilation called Sources of the Wise Ones. Sources of the Wise Ones. It's a seven volumes translated from Tibetan into Mongolian, and then from Mongolia to Russian. And it has seven volumes, one of which is Tantra, one is Parameter, and the seventh of those volumes is called Technology. So, within that, there might be something. I would be very interested to know, because part of my work is collecting these things, and conservation, and protecting tibetan languages. Ну, если там что-то и найдется, мне было бы очень интересно узнать, потому что часть моей работы в том, чтобы находить подобные вещи и способствовать сохранению традиций тибетской каллиграфии. И я вообще очень рад, что мы здесь будем заниматься этим обучением, потому что тибетский язык содержится в списке языков под угрозой исчезновения. И, в особенности, если вы сами практикующий буддист, то это очень полезно. Тогда вам не приходится полагаться на других переводчиков, у вас уже есть золотой ключик. Да, у вас был вопрос? Я вижу, что многие работы, почти все, очень орнаментальные. Нет смыслового членения слов и абзацев. Мне интересно, это просто визуальный прием, и когда мы какой-то текст осмысленный пишем, то мы это разделение имеем. Или же весь язык строится так, что пишется все подряд и без разрывов. Я вижу на многих работах, что они очень орнаментальные, и нет разрывов между словами и абзацами. Это чисто художественный прием, или этот язык в целом такой, что нет разделения между словами? Совершенно верно. Не что словами нет явных разрывов. Разрывы могут ставиться между предложениями. Но нужно знать, что вы при этом ищете. Пример. Вот мантра начинается здесь, на самом деле здесь. И идет вот так вот против часовой стрелы. И здесь небольшие промежутки мы ставим. Мантра, на самом деле, не состоит из слов. Она состоит из слов. Каждый из словов произносится. Между каждым слогом, или между каждым словом, ставится точка. И эта точечка разделяет слова. Но в другом, более расшвернутом стиле начертания, эти точки превращаются в черты. И они их разделяют, и здесь уже можно проследить реальные слова. В тибетском язык устроен так, что в одном слове не может быть больше четырех слов. Так что вот это самое длинное слово, которое вообще может быть. И, соответственно, есть слова по одному слову, по два или по три. Но этим все не ограничивается, потому что буквы также выстраиваются и по вертикали. То есть вы одному читаете сверху вниз и слева направо. И вот именно об этом мы и будем разбираться на выходных. Спасибо. Окей. Может быть, есть какие-то вопросы относительно любой из работ. Темпо очень любезно перевел смысл, который снизу приклеен. Но, возможно, позже у вас будет возможность приглядеться. У меня есть вопрос по инструментам. Наверное, очень долго объяснять, где какие инструменты. что использовалось. У меня есть вопрос относительно инструмента. Наверное, очень долго будет объяснять, где что использовалось. У меня есть вопрос о инструментах, которые вы использовали. Но, может, это будет много времени, чтобы объяснить, что использовалось. Освоив это, вы использовали бы тот же самый бамбуковый стилус с чернилами. Этот бамбук вы вручную обрезаете сами. И, соответственно, в Тибете самым лучшим бамбуком для использования был бамбук... ...потому что старый бамбук самый жесткий и при этом ломкий. И поэтому, как поиск в нефтилете, самый лучший бамбук это китайские зонтики. Потому что, как вы знаете, их делают из бамбука и, соответственно, все эти прекрасные полосочки бамбука в некоторых случаях могут быть очень-очень старыми. Так что, если вы в будущем хотите стать настоящими тибетскими каллиграфами, можете уже в антикварных магазинах приглядываться к старым кускам бамбука. Для меня, как современного художника, я могу использовать все, что захочу. И мне лично кажется гораздо более удачным использование кисти. Это плоская квадратная кисть. Однако, когда вы пишете кистью, а не бамбуковым стелом, нужно применять немного другую технику. Потому что кисть гибче. Бамбуковое стело, с ним есть некое сопротивление. Мне нравится использовать очень плотную, хорошего качества акварельную бумагу. Хорошие чернила, такие как Суми. Такие как чернила Суми. Суми просто по-японски означает высокого качества. Короче говоря, использую все, что в конечном итоге даст хороший эффект. Вот я вам показывал шрифт Сукринг. Вот это изображение непостоянское. Видите, там буковки. Внизу как бы угасают. На огонь похоже. Да. Вы знаете, когда у вас очень старый деревянный забор, внизу дерево, поскольку оно мокрое, оно начинает загнивать. Вот хотелось такой эффект дать. Но если очень пристально присмотреться, там множество маленьких танцующих скелетиков. И они все вам машут. Постоянство, вы убрете. Да, именно так. Это штамп. Но я так и делаю штампы, я, соответственно, использую жидкий каучок. И потом вы пилите, и потом вы пилили. И потом вы стампы, и пилили. Так что это много лекарств. Стенцил и штампы? Нет, я использую не стенцил, но я использую самую штамп, но в тюрьме. Вы можете использовать стенцил. А что такое стенцил? Трафарет. Да, я не использую трафаретов, только сами штампы. Но можно использовать и трафарет. То есть это опять же использование современных техник в контексте традиционной каллиграфии. Так же используется и здесь. Видите, здесь белые буквы. Это нарисовано жидким каучуком. Поверх вы, соответственно, прокрашиваете или пишете, и затем этот каучук отклеиваете. И еще что-то пишете. Так что возникают очень удачные слои. Но кисточки у вас от этого полностью портятся. Та же техника и здесь. Люди всегда спрашивают, ой, вы что белилами тут возили? Ну, разумеется, нет. Это просто цвет бумаги и, соответственно, маскировка посредством жидкого латекса. И вам при таком освещении не видно, но если потом подойдете, посмотрите, увидите, что поверх черного прописаны черные буквы. Это репродукция, но если вы смотрели на оригинал, то увидели, что там вот эти поверх прописанные буквы, они блестят, потому что черниво-блестящиеся. В зависимости от того, под каким углом, в какой части помещения вы смотрите, иногда вы их видите, а их отблестки иногда нет. Эти, соответственно, черные работы я так и назвал, черная на черном. Традиционно в Тибете такого не было, но это я такой художник. И, соответственно, здесь сначала красишь серым, потом замываешь, потом наносишь латекс, прокрашиваешь другим цветом и потом отрываешь этот латекс. Вот я выдал все свои секреты. И еще вопрос по поводу кисти для работы слева. Похоже на тряпку. Похоже на тряпку. Как будто тряпкой написано, я просто пробовал тряпкой рисовать, был похожий эффект. Похоже на тряпку. Да, это была просто очень большая китайская кисть. Спасибо. Ты должен быть артистом, наверное. Учусь. 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 Тогда у вас хорошо получится учиться. Спасибо. Здравствуйте. 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 У меня вопрос по поводу работ. Есть ли работы, где, может быть, Таша хотел выразить какие-то свои мысли, где он писал что-то свое, а не мантры, не канонические тексты? Вопрос, есть ли среди работ та, в которой Таша попытался выразить свои собственные мысли, а не обращался к мантрам или каноническим текстам. Невестную. Нет. Не в чистой форме, не исключительно. Они все опираются на Дхарму. Но то, как я их выражал, это мое собственное. Как я говорил, тибетцы бы такого делать раньше прежде не стали. И даже вот этого дела бы не стали, вот в этом стиле не стали. Так что, это я, да? Вопрос, на самом деле, чисто про слова, про тексты. Вопрос про слова и про тексты. Но они все традиционные. Спасибо. Это потому, что в силу своей собственной подготовки, которую я как буддийский монах проходил, во мне очень глубоко уважение ко всем этим вещам. И мне хотелось быть современным художником, но не так, чтобы мне при этом пришлось преуменьшать те источники, на которые я опирался. И, собственно, моя мотивация, если желаете, состоит в том, чтобы сделать учения Будды, так сказать, доступными и вдохновляющими в очень широком контексте. Я могу это делать в мире современного искусства. Какая философская школа буддизма оказала наибольшее влияние на развитие и формирование вашего творчества? Я принадлежу к традиции кармакагиев. И исторически художникам школа кармакагиев в большей степени, чем другие подходила. Но в моем случае логика этого не такая, просто мои собственные учителя оказались из-за этой традиции. В кармакагре делается больше упор на медитацию и меньше на философию. Хотя, разумеется, вы должны изучать философию и должны ее знать. Так же, как и в других школах, где делается больше упор на изучение философии, так же, разумеется, медитируют. Но если говорить об учителях линий передачи моей собственной школы, многие из них проявляли художественное начало. Может быть, это связано с конкретной традицией медитации, к которой мы принадлежим, которая называется Махамудра. Маха означает «великая». Мудра – выражение. А как вы знаете, искусство – это выражение. У меня такой вопрос, я очень хотела бы нарисовать семейные слоги божеств, которые я знаю и на которые есть посвящения. Но я не понимаю, могу ли я это делать открыто, потому что, чтобы видели эти семейные слоги, люди, у которых нет посвящения. Наверняка у вас был такой опыт, что вы можете сказать про это. Но я не вполне уверен, что можно ли их рисовать так, чтобы их могли открыто видеть другие люди, не имеющие посвящения. Наверняка у вас был такой опыт, не могли бы что-то сказать. Но я не уверен, что я могу написать эти слова, чтобы они были сочетаны, которые не имеют такие личности. Я уверен, что вы были такой опыт. Так что вы можете посмотреть. Умм, держать свой книжечки вверх. Не показывайте свой блокнот. Но, серьезно, я не думаю, это проблема. Но если говорить серьезно, не думать, что это какая-то особая проблема, не так-то много людей способны катеретски читать. А коль скоро это что-то личное для вас, ну и храните это как что-то личное. К концу курса по каллиграфии, когда у нас останется время, я немножко покажу некоторые из мантры, некоторые из семенных слогов. Если вы мне напомните в воскресенье, я могу что-то показать. Потому что для практик визуализации очень хорошо знать букву и быть способными самим ее прописать. На самом деле лучший способ научиться. Потому что вы умственно можете букву прописать. Это очень удачно. Еще вопрос созрел. Поступают ли, есть ли какое-то сотрудничество с графическими дизайнерами для разработки знаков на коммерческой основе? Каких-то может быть календарей, стилизации шрифтов. То есть вот этот дух тибетский, его же можно использовать и в бизнесе. В смысле примитивно к самому Ташу. Заказывает ли, сотрудничает ли он с дизайнерами? Если в деятельности самого Таши сотрудничает с графическими дизайнерами, в том числе по разработке логотипов, календарей, стилизации шрифтов и так далее. В своем личном работе, вы сможете работать с графическими дизайнерами, например, в разработке логотипов, календарей, фонтами и так далее? Да, много. Например, пару лет назад ко мне обратился человек с кличкой Мистер Шрифт. А он главный, кто отвечает за все шрифты, которые разрабатывает Apple. И он, соответственно, ко мне пришел и сказал, мне нравится ваша калеграфия, она очень хорошая, очень четкая. Интересно ли вам было бы разработать тибетский шрифт? И я сказал, очень интересно. А сколько обычно на один шрифт уходит? Он сказал, примерно 2000 часов. Я сказал, это очень приятное предложение, но спасибо или нет. Потому что как представил себе эти часы за компьютером, сразу голова заболела. А у меня страсть к тому, чтобы руками всякие штуки делать, как и свободе. И, кроме того, да, я делаю много логотипов для бизнеса или для личного употребления. Меня лично очень интересует та сила, которая обладает логотипом или изображением. Хороший дизайн очень о многом говорит, очень простыми словами. И требуется огромный навык для того, чтобы задизайнить что-то очень простое и чистое, и при этом очень много говорящее. И вот это меня как раз приводит в радостное возбуждение. И если мне удается такого достичь, то тогда я собой очень горжусь. Спасибо. Хорошо. Хорошо, может быть, если бы ты уже хотел бы сказать, что мы можем... ...это сгедуру для следующего... ...другого неделя, и особенно в том, что каллиграфия... Итак, просто в качестве напоминания, соответственно, завтра мы работаем здесь с 10 до 7 с перерывами. Ну, перерыва у нас будет как бы не по расписанию, мы просто по ходу дела решим, что сейчас мы расходимся на обед, возвращаемся тогда-то. Зато на воскресенье то же самое с 10 до 3. В среду открытая лекция пройдет в 5 минутах отсюда в галерее Светланы Сажиной. Она будет посвящена тибетской каллиграфии и письменной речи. Соответственно, в пятницу там же пройдет лекция, посвященная тибетской традиции медитации и будь и медицины. И в воскресенье в 2 часа дня в современном музее каллиграфии в Сокольниках пройдет обзорная лекция по тибетской каллиграфии в целом. И я думаю, если я понимаю правильно, что в современном музее каллиграфии в Сокольниках пройдет все артисты, которые у них есть. Я понимаю, что это правда. И те, соответственно, работы, которые Даши, которые хранили в Закашниках в современном музее каллиграфии, они для лекции будут извлечены и там представлены на обозрении. В музее каллиграфии? Да. И здесь в двух империях есть второе, соответственно, помещение, где еще несколько работ. Вы когда выставляете свои работы по какой-то определенной системе, или это связано просто в связи с тем помещением или тематике, которая представлена, или спонтанно? Когда вы выставляете работу, привязано ли это к какой-то системе, или зависит от тематики помещения, выставки или спонтанно. По большей части это зависит от места, того, о чем просят люди, и того, что у меня доступны на руках. Это моя первая сольная выставка в России, поэтому я подумал, что в этом понемногу отовсюду. Это ваш любимый. Это ваш любимый, да? Нет, тут мантра парижные параметры. Empathy. The same парижные параметры and button together. Okay, that's your suggestion. Предлагайте так, совместить. Okay, okay. I'll make a mental note, and then I'll paint that in the future. Запишу в мысленный блокнот, в будущем нарисую. And then when you see in a future exhibition, people say, oh, this is my suggestion. И когда вы на будущих выставках ее увидите, скажете, ох, это же я предложила. And I will thank you. И я вас поблагодарю. Okay. Well, it's been very enjoyable having everyone smiling. Итак, очень приятно было, что вы улыбались сегодня. Спасибо. Спасибо.